Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Приближается Новый год и для большинства это в первую очередь семейный праздник. Вместе наряжать елку, делать украшения своими руками, встречать Новый год за праздничным столом всей семьей. Для многих это не клише, а традиции. Семейные ценности и традиции – тема сегодняшней программы. У нас в гостях Ольга Георгиевна Лимарова, начальник управления по делам несовершеннолетних и защитих прав. Здравствуйте, Ольга Георгиевна. Здравствуйте, добрый вечер. И Наталья Алексеевна Снегирева, начальник управления опеки и попечительства по Одинцовскому району и городскому округу Краснознаменск. Здравствуйте. Дорогие телезрители, вы также можете принять участие в нашем разговоре. Вопросы или свое мнение вы можете высказать, дозвонившись по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Начнем с такого общего вопроса. Наталья Алексеевна и вы, ну и вы, конечно, Ольга Георгиевна, присутствуете на всех комиссиях по делам несовершеннолетних. Семьи там бывают очень разные. И, наверное, вот именно в такие моменты очевидно, что то, как жили наши бабушки-дедушки, очень сильно отличается от того, как живем мы. Вот что в первую очередь изменилось, как вы думаете? Семьи у нас очень разные, да, Наталья Алексеевна, на комиссию бывают. Бывают такие семьи, которые попали, ну, в общем-то, случайно. Тогда мы понимаем, что эти семьи имеют свои традиции, эти семьи свои традиции соблюдают. Но бывают семьи, которые действительно наш контингент, как мы говорим, правильно? Семьи в социально опасном положении находящиеся. И, конечно, тогда мы понимаем, что, наверное, в настоящее время пропало уважение у многих семей друг к другу. Ответственного родительства нет. Вот мне кажется, что те семьи, которые действительно попадают на комиссию по делам несовершеннолетних, это семьи, в которых каждый живет сам по себе. И ребенок, не чувствуя внимания со стороны родителей, не чувствуя сопереживания к тем проблемам, которые у любой ребенка возникают в процессе его жизни. Школьные то проблемы, проблемы в общении со сверстниками, ну, просто вот плохое настроение или нежелание что-то делать. Если оно не находит отклика, его проблемы не находят отклика у родителей, это приводит к тому, что в семье происходит разобщение. Ребенок не делится со своими родителями теми вопросами, теми проблемами, которые у него возникают. Родителей это не интересует, и в конечном итоге это чаще всего неблагополучие. Не слышат плеча друг к другу. Не имеют плеча друг к другу. И мы видим это даже по посадке. Правильно, Наталья Алексеевна? По посадке, как они садятся вот на комиссии. Например, мама не смотрит на ребенка, это о многом говорит, да? Ребенок неуважительно относится к маме или к папе. Ну, а как вы думаете, почему семьи начинают жить вот так, каждой своей жизнью? Почему не общаются друг с другом? Ну, и вот тут тогда такой вопрос из того, что сказала Наталья Алексеевна. Понятно, мне кажется, естественно, что родители должны интересоваться, чем живет их ребенок. А должны ли они посвящать ребенка в свою жизнь? Там, знаешь, сынок, у меня на работе сегодня так тяжело было. Или все-таки ребенка от этого стоит ограждать? Я, например, считаю, что обязательно должны. Конечно, не все проблемы рассказывать, какие есть на работе. Но ребенок тоже должен знать, где мама работает, где папа работает, как у них получается с работой, не получается, какие-то есть проблемы. Наверное, в соответствии с возрастом ребенка, и эта информация должна быть дозированная. Потому что есть ситуации, которые ребенок просто в силу возраста еще не может понять. Есть ситуации, которые ребенок просто обязан понять. Тогда возникает, так скажем, доверие друг к другу. И тогда не возникает непонимания и требования со стороны ребенка того, что не могут обеспечить родители. И наоборот, родители, понимая, так скажем, возможности своего ребенка, тоже будут более тактичны. И проблем в семье будет не так много. Проблемы, конечно, бывают. У всех бывают, у разных семей бывают. И должны они быть, проблемы эти. Если не будет проблем, и не будет семей, правильно? Конечно. Потому что вот ребенок уходит из дома. Почему он уходит? Потому что он не услышал или его не услышали. Или он не захотел что-то сказать, а не захотел именно потому, что когда-то его не услышали. И у него ощущение того, что его второй раз не услышат, и третий. Он уходит, к сожалению, уходит туда, где его слышат. Но, наверное, не так, как нужно. Не так, как должен слышать родитель. Или еще я хочу сказать, наверное, к ребенку должны требования какие-то предъявляться с самого малолетнего возраста, естественно. Что значит уходит из дома? Вот в этом году у нас уходов самовольных из дома, из семей именно, из семей всяких, из семей благополучных, правильно, да? Это очень много. Больше, чем в 2016 году. Ну, вот предположим, живем мы каждый сам по себе. И хочется все это исправить. Например, я же, я могу сказать, так, сегодня все собираемся за столом и разговариваем. Но это нечто такое искусственное, и вряд ли что-то из этого такое хорошее получится. Как эту отстраненность победить? С чего начать? Ну, я думаю, наверное, все-таки, вообще, в семьях с традициями. Вот как раз сказали. Да, в семьях с традициями. И можно и за столом собраться. Ну, сейчас, наверное, только в выходные дни, в праздничные дни все вместе собираются. Вечерами собираются, да. Но этого ждут люди. Да, за чашкой чая там собраться, рассказать вот как раз, что произошло на работе. Как день прошел. Как день прошел, совершенно правильно поделиться своими успехами, может быть, поплакаться в плечо друг другу, да. Ведь почему семья? Потому что все, каждый друг другого уважают, каждый другого любит, каждый хочет посочувствовать, помочь. Я вот сразу вас же вспоминаю, Ольга Юрьевна, помните, как вы говорили, и главное не начинать, наверное, разговор с ребенком с вопросом, ну, что там у тебя в школе, что ты там получил. Правильно, конечно. Есть другие темы гораздо более интересные. Потому что когда с самого начала, так скажем, создания семьи возникает, ну, какая-то потребность, да, ну, предположим, собираться вечерами и делиться у кого что произошло. Ребенок с маленького видит, что родители, придя с работы, рассказывают о том, что у них было хорошо, какие у них были проблемы, и видят, как второй родитель на это реагирует. Вот подрастая, ребенок, ну, просто органично вливается в этот процесс, в этот разговор, и уже он становится третьим, четвертым, ну, иногда и пятым собеседником вот этого круглого стола родительского. Поэтому хорошо, когда традиция начинает формироваться прямо сразу с началом создания семьи. С рождения, да, с рождения ребенка, совершенно правильно. Ну, а нет, есть психологические службы. Может быть, если семья, родители, взрослые задумывались и почувствовали, что у них что-то не так, есть книги по психологии, есть, в конце концов, и психологи. Можно поехать попутешествовать вместе, предложить. На стольные игры, мне кажется, еще есть, которые тоже помогают сблизиться. Но я думаю, вряд ли кто-то будет спорить, что то, как семьи живут сейчас и как жили много лет тому назад, разница кардинальная. Дело не только в том, что у нас появились, например, мультиварки и роботы-пылесосы, а вот чем же именно семьи нынешние отличаются от семи прошлого, сейчас расскажет краевед Виктор Воронкин. Традиционная русская семья, как правило, была большая, значит, возглавлял семью. Большак, так называемый, это старший представитель рода по мужской линии. Как правило, это был дедушка, вот, если это уже был старенький дедушка, то его, значит, функции выполнял старший сын. Большак принимал все решения в семье, принимал решения, кто чем занимается, распределял работу. В больших крестьянских семьях заняты были все люди, начиная с возраста, когда ребенок начинал ходить. Давалась посильная работа, например, там, пасти скотину или что-то еще. Ну, в общем, люди, вся семья была включена в производственный цикл. И к 14-15 годам мальчики уже осваивали все необходимые навыки для самостоятельной жизни. Старшая женщина в семье также называлась большуха. И она могла распределять, выполнять функции, значит, мужчины главного, да, в случае, если она, например, вдовела. Такие факты тоже известны, и нормальная была практика. Или, например, если старший мужчина и вообще мужская часть семьи уходила на отхожий промысел. Это как раз характерно для 19-го, 18-го, 19-го века, когда мужчины на летний сезон уходили куда-то в город, например, в более крупные центры. И, соответственно, женщины выполняли хозяйственную работу. Что касается полувзрастных вопросов, история была такая. Как правило, очень хорошо было, если в семье рождалось много мальчиков. Это не только, очевидно, рабочая сила, да, рабочие руки. Но мальчик приводил невесту в дом. И таким образом семья прирастала. А с девочкой была история такая, что нужно было, наоборот, ее выдать замуж. И выдать замуж ее было непросто. Нужно было собрать приданное, нужно было удачно, значит, подобрать ей жениха, просватать ее, потому что тоже ведь могли и не взять. Смертность была очень высокая, как родовая, так и детская. И если мы говорим о традициях, была, например, такая традиция, что там до двух-трех лет ребенок мог не иметь имя. Связано это было с чем? С тем, что он мог не выжить. Ну, и то есть, какой смысл его называть? А вот два-три года он переболел уже, он окреп. Стало понятно, что он выживет дальше. Все, ему давалось какое-то первое имя. В семь лет, в общем-то, считалось, что все, ребенок справился со всеми сложностями и дальше вырастет здоровым, крепким, сильным. Все меняется, дети сейчас становятся взрослыми очень рано, смотрят интернет, да, в общем-то, узнают про сексуальные взаимоотношения тоже в довольно раннем возрасте. И не всегда у них голова готова, тело становится готово к сексу раньше, чем голова. Вот, соответственно, хорошо это или плохо, сложно сказать, наверное, не очень хорошо. Но все это зависит от того, как мы подходим к их воспитанию, к их образованию. Если мы говорим о детях, да, если мы говорим о взрослых людях, то тоже, ну, что у человека в голове, что он себе вкладывает в голову, как он живет, как он относится к себе, к окружающим. От этого зависит уклад окружающих нас людей, нас самих. Ну, не секрет, на самом деле, что раньше семьи были многодетными, смертность детская действительно была высокая. Сейчас, слава богу, врачи научились выхаживать недоношенных деток, появились современные хорошие вакцины от многих болезней. Но, Наталья Алексеевна, я так понимаю, семьи по-прежнему стремятся быть многодетными. Ну, действительно, в последнее время стало очень много многодетных семей, молодых, таких социально активных. Есть и семьи, которые становятся многодетными не по, так скажем, собственным физиологическим потребностям, а просто по потребностям души. Я говорю о тех семьях, которые принимают детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывают их. Очень часто это семьи, которые растят одновременно и своих, так скажем, биологически рожденных детей, и детей, которые приняты на воспитание. И основная часть этих семей просто даже иногда и не понимает, который из них, что называется, рожден ими, который из них принят в эту семью. То есть к тому, что родители не делают различия и ставят только одну задачу – вырастить ребенка полноценного, который будет в дальнейшем таким же добрым. И готовым отдавать свою любовь. А значит ли это что, один ребенок в семье эгоист? Не всегда. Практика показывает, что не так. Не всегда, совсем не всегда. Это очень радует. Это воспитание, конечно, это воспитание ребенка. Ну ведь эгоист по отношению к своим братьям и сестрам, да? Ну да, мол, делиться родители не научили, вы же один рос, все себе, все ему. А если родители, ведь понятие семьи – это не только мама, папа и братья, и сестры. Да, есть бабушки, есть двоюродные и сестры, и братья. Есть, в конце концов, просто друзья семьи, которые… И чем больше окружения для ребенка, мне кажется, не так. Ну и мне кажется, братья наши меньше – это тоже немало роликов, кстати говоря. И это да. 8-495-508-86-84, наш номер телефона. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир Дмитриевич Калинин, мое хамение. Очень приятно. Вы хотите высказать свое мнение или задать вопрос нашим гостям? Я хочу поблагодарить, поздравить вас всех-всех, девочек, которые работают в отделе опеки. Наталья Алексеевна, она меня помнит хорошо. Это Шапловы, Сережа и Денис. Наконец-то. Все помнят. Спасибо большое. Меня помните, да. Спасибо большое. Искренне вас, прям, ну, дай Бог вам здоровья, дай Бог вам здоровья. С Новым годом вас. Дай Бог вам здоровья. Женя Агустиной тоже так же. Спасибо. Она вела мне телепередачу, помогала во всем. Большое вам спасибо. Спасибо и вам большое, и счастья вам в Новом году, и здоровья, как моя мама скажет, самое главное – здоровье. Приятно же. Правда? Почти маленькое волшебное новогоднее чудо, а может быть и не маленькое. Но если вернуться к теме нашего разговора, Виктор сказал, что детей наши предки к труду приучали с малолетства. Вот, наверное, пошел, и уже можно ему посильную работу какой-нибудь поручить. Авось исправится. К тому же братья всегда с сестрами помогут. Сейчас родители все чаще, мне кажется, стараются своих детей оградить. Ну, мол, потом наработается, допустим, у него детство будет. Вот, может быть, это, конечно, две крайности, но какая крайность будет правильнее, так скажем? Ну, посильную работу нужно детям давать, естественно, в зависимости от его возраста, конечно. Но обязательно приучать нужно к труду. Потом, так скажем, грамотный, любящий родитель видит, что ребенку нравится, что не нравится. И то, что не нравится, дается очень дозированно. То, что нравится ребенку, дается без. А вот если ребенок говорит, не хочу я заправлять кровать, и обед сама, иди, готовь, и полы я тоже мыть не буду, и гвозди забивать, это тоже не мое дело. Как приучить ребенка к труду? Как ему объяснить, что надо, мой дорогой? Ребенка к труду приучают с самых маленьких лет, когда он должен за собой игрушечки убрать. А если мамочка все время убирает за него игрушечки, значит, он и постель не будет заправлять. Значит, он и не приготовит обед для мамы, правильно, и для всей своей семьи. Вот это тогда будет ребенок эгоист. Поэтому, когда в школу детки приходят, нужно и уметь из доски вытереть, и парту свою протереть. И мы всегда и пол помыли, и дежурили по классу. И это для нас большое было удовольствие. Я согласна, действительно удовольствие. Большое удовольствие было. Мы прям... Ну, а сейчас это часто называют эксплуатацией детского труда. Это же неформальное ощущение, да. Потом каждого ребенка видно, на что он способен. Способен ли он организовать, да, вокруг себя. Пусть 2-3 человека, но организовать. Либо он способен только исполнять. И то не всегда то, что ему порочат. А может быть, хорошо исполнять, конечно. Да, может быть, хорошо исполнять, да. Есть же детки, которые любят трудиться, да, у них все в руках горит. Может, не так он умеет уроки выполнить, не так ответит что-то, а вот трудиться может. Мне кажется, детям всегда интересно, что делают родители. Мама готовит, и ему интересно. Конечно, интересно. Там ковыряется, и ему хочется, если не отпихивать, а вместе. Почему маленький ребенок всегда говорит, я сам, да, я хочу, да. Почему он вместе с мамой пельмени стряпает. Ну, если мама 10 раз скажет, не сори, ты мне мешаешь, что в 11 раз он не подойдет. Поэтому не придется все делать за него в течение долгих лет. А уж 10-летнего ребенка приучить кровать заправлять, конечно, это очень тяжело. Это очень. И у нас были такие на комиссии, помните, Наталья Алексеевна? Да. Ну, наверное, незаправленная кровать со временем-то в другое превращается, уже в более какие-то серьезные вещи. Ну, естественно. Вот так, да, ребенок и эгоист, и ребенок, который лежит на диване, и ребенок, который никогда не будет в своей семье что-то делать, о ком-то заботиться. Естественно, главное, что он в родственных делах не будет иметь порядка. И успеха не будет иметь никакого. Естественно. На самом деле, мне кажется, раньше, я, конечно, не буду утверждать на 100%, не было даже вопроса о том, чтобы не слушаться взрослых. Например, нам, бабушке, у подъезда что-нибудь сказали, мы, конечно, может быть и недовольны, но, тем не менее, ну, куда деваться, бабушке сказали, потом родителям все расскажут. А сейчас мы убеждаем, что надо сделать так, потому что, и так далее, и тому подобное. Вот это что мы воспитываем? Самостоятельность в детях или все-таки вседозволенность и авторитет взрослых окончательно бесповоротно рушим? Ну, наверное, разные всегда были дети. И те, которые слушались, и те, которые были непослушны во все времена. Ну, это, да, это одно. Второе, мне кажется, сейчас ребенок имеет, получает информацию не только от родителей, да, вот даже в любом возрасте. Вы посмотрите, едет ребенок в автобусе, ребенку там 2-3 года, он сидит в телефоне и получает информацию, в том числе и оттуда, да. Не всегда это та информация, которая ему по возрасту необходима и принесет пользу. Наверное, это тоже накладывает определенный отпечаток на, так скажем, формирование собственного мнения, не совсем соответствующего возрасту ребенка верного, да. Потому что он просто еще не готов понимать это так, как нужно. А вот мнение из-за того, что поступает информация, извините, в мозги разная, она раньше все-таки была более родителями, формировалась. Авторитет родителей был, да. И по большому счету средства массовой информации в прошлом, раньше тоже были немножко по-другому, да, чем сейчас. Они были менее доступны и, в общем-то, более дозированы, мне кажется, опять же. Да, более дозированы, да. А сейчас они, в общем-то, все объемыщие. А вообще, как вы считаете, допустимо, когда посторонние вмешиваются в воспитание ребенка, есть там два лагеря мамочек, одни категорически это не приемлют, а другие наоборот, ничего страшного, что моему ребенку сделали замечание, это значит, что людям не все равно. Но мы, взрослые, и должны, наверное, делать замечание. В какой форме мы это замечание сделаем, понимаете? Это второй вопрос. В какой форме и в какой, так скажем, момент. Да, а так-то почему не сделать замечание? Вот он сидит на голом асфальте или там на камне, почему я не могу сделать ему замечание? Если идет, ругается ребенок, ребенок, нехорошие слова говорит, почему я не должна сделать ему замечание? То есть различие окружающих тоже приводит к не очень хорошему результату. И если ребенок от родителей слышит и не очень их слышит, услышав от постороннего, ну, может быть, он задумается, может быть, это будет, так скажем, более деятельно, более эффектно для ребенка, эффективно. Ну, не все дети послушны, как вы уже сказали. А что сделать, чтобы слушались? Кто-то кричит, кто-то, наоборот, не разговаривает неделями, кто-то берется и за ремень. Все средства хороши или все-таки как-то стоит к этому более ответственно подойти? Очень ответственно надо подходить. Я всегда вспоминаю, вот знаете, такое стихотворение детское. «Щенок, воспитанный пинком, не будет ласковым щенком». На самом деле, если ребенка бить, то этот ребенок будет озлобленный, этот ребенок будет вымещать на других свою злость, и вырастет он таким же озлобленным человеком. И своих детей, наверняка, будет так же воспитывать. И своих детей будет лупить и воспитывать только ремнем. Да, меня так воспитывали, и я так же буду воспитывать, ничего плохого в этом нет. А некоторые, наоборот, если получали трепку в детстве, они зарекаются никогда боль другому человеку не приносить. И это правильно. Наверное, здесь тоже должно быть как-то дозировано, правильно? Дозировано и адекватно тому, что произошло. Конечно. То есть в чем ребенок виноват. Если это вина ребенка, или, вернее, так скажем, ситуация такова, что это может нанести вред и ему, и окружающим, и кому-то, ну, наверное, здесь и реакция должна быть соответствующая. Ну, а если это такая милая шалость, не знаю, насколько стоит жестко наказывать. Ребенок должен понимать слово, а это стоит большого труда. Вот что нужно хотя бы? Вот, может быть, несколько шажков обрисуем. Я и сама послушаю, и зрителям, наверное, будет интересно. Родительский труд самый тяжелый труд. Нет ни праздников, ни выходных. Все время только воспитывать. Определенного возраста нет и ночей, да, а потом и сам не уснешь. Ведь не зря же были поговорки русские, да, до определенного возраста. Ребенок не дает спать, потом сам не уснешь. И всякие другие поговорки, которые, в общем-то, были подмечены народом. Каждодневный труд и дать однозначный совет, что сказать именно в этот момент. Это должно дать сердце родителям почувствовать. Вообще индивидуально, очень сильно, наверное, в каждом случае. А для того, чтобы чувствовать свою ребенка, нужно все время быть уклонивом. И вот эти вот традиции, о которых мы начали говорить. Вот, кстати говоря, о традициях. Мне кажется, у наших предков их было еще больше. А вот какие традиции были у славян, давайте прямо сейчас и узнаем. Современные устои общества начали интенсивно меняться. Где-то, наверное, века с 19-го, начало 20-го. А до этого общество было очень консервативным, традиционным. И все строилось на определенном укладе жизненном. И жизнь семьи, ежедневный распорядок дня, праздники различные, они были все встроены в русскую традицию, подчинялись определенным канонам, определенному складу, определенным аграрным циклам. Все это было взаимосвязано. В конце лета все различные мясоеды, праздники урожая, различные зимние обрядовые праздники, праздники, связанные с светилами. У нас в русской традиции тоже были свои праздники, привязанные к положению солнца, солярные так называемые праздники, которые были связаны с днем весеннего равноденствия, с днем зимнего солнцестояния, так называемые калятки. В общем, у нас была своя, в том числе и новогодняя традиция, хотя даты Нового года менялись, и в разное время Новый год наступал в разные периоды. Новогодние традиции у всех славян, и у центральноевропейских, у западных славян, и у восточных славян были связаны с переодеванием, с калядованием, принимали участие в таких праздничных гуляниях. В основном люди незамужние, неженатые, как правило, это молодежь и дети. Люди уже связаны с семейными узами, они, как правило, проводили такие новогодние праздники в кругу своей семьи, и семьи тоже были различные. Вот мы сейчас живем в таком атомизированном обществе, у нас отдельно бабушки живут, отдельно дедушки, это связано, конечно, с переездом людей из деревни в город. Традиционно семья, русско-славянская семья, как правило, была большая, и под одной крышей могли жить сразу несколько поколений. То есть это и дедушки, и прадедушки, и младшие дети, еще не достигшие возраста замужества. Искусственно это навязать как-то или восстановить довольно сложно. Должны сложиться определенные условия. Я думаю, что на селе, в принципе, это все приемлемо и жизнеспособно, а в городе мы просто живем по-другому. Это другая динамика, другой склад жизни, по-другому. То, о чем я говорил выше, что у нас отдельно живет наше старшее поколение, мамы и папы, отдельно живем мы, сейчас наши детки тоже женятся, они будут тоже отдельно жить. Поэтому Новый год такой хороший праздник, который собирает всех под одной крышей. Но, тем не менее, жить консервативно, так как жили люди в 17 веке или в 15-12 веке, конечно, вряд ли мы будем, потому что изменился просто склад жизни. Вот я думаю, такой ответ должен быть. То есть пытаться их возродить можно, но это будет несколько искусственно. Вот так вот жили наши предки. Традиции, к сожалению, а может быть, к счастью, не все до нас дошли, но что-то сохранилось. Вот в ваших семьях какие новогодние традиции есть? Оливье, Ирония Судьбы, все вместе встречают. Что происходит? Обязательно. И новые рецепты пробуем. И большой семьей собираемся всегда в новогоднюю ночь обязательно. Ну, во-первых, обязательно елка. Причем в моем доме это все время елка, ну, хорошо это или плохо, но срубленная, которая пахнет лесом, которая пахнет Новым годом, которая пахнет детством, потому что детство это всегда. Тогда всегда были елочки, да, большие, маленькие всякие, но они были настоящие, с запахом все. Это, конечно, подарки. Причем в моей семье подарки готовят все. И эти подарки потихонечку складываются так, чтобы никто не увидел. Складываются под елкой после 12 часов. Вот вся семья, которая собралась, но не всегда в полном составе, как получается, получает каждый свои подарки. И, ну, до определенного возраста дети должны верить в Деда Мороза. Должны верить в то, что эти подарки будут не родителями принесены, а случайно попадут. И даже когда ребенок уже в возрасте определенном, ну, наверное, где-то соображает и понимает. Да, мы сами еще верим, что Дедушка Мороз принесет. Да, вдруг принесет. Я помню, когда у меня сын сказал, да нет, Деда Мороза нет. Я сказала, ну, не пиши письмо, но если подарка не будет, не обижайся. И смотрю, что шкрябает, пишет. Потому что все равно вот чудо хочется, да, и эта традиция, получить чудо на Новый год, это не обязательно дорогие подарки. Подарки совершенно разные, кто что посчитает нужным. Самое главное приятно, что и приятно, что каждый заботится обо всех других. И, конечно, мандарины, Женя. Вот я сижу и думаю, так, елок, запаху елочек, мы ждем мандарины. Да, раньше-то столько не было мандарины. Я хотела сказать, что сейчас мандарины, конечно, такого удовольствия не вызывают, потому что практически весь год. Раньше, Женя, прямо перед Новым годом, и мама, берегли эти мандарины. Смотря где жили, да. Присылали из Ленинграда, присылали из Москвы, присылали мандарины в посылки. Ну, а с другой стороны, и оливье-то сделать, согласитесь. Оливье? Новый день, в общем, ничего не стоит, но салат-то новогодний, все равно на Новый год многие его делают, потому что ассоциации очень сильны. И это, кстати, ведь тоже хорошая традиция. Это здорово. Ну, а впрочем, зачем нам нужны традиции? Вот, например, у нас в садике психолог говорит даже, если у вас традиций в семье нет, надо их обязательно придумать, потому что для детей это важно, детей это там поощряет к чему-то, у них есть стимул что-то делать. Там, например, если выходные куда-то выбираться, это будет ваша традиция. Зачем нужны нам традиции? Может быть, и без них-то ничего. Сблизить, сблизить между собой. Все равно искусственно созданные традиции, они чаще всего не приживаются, потому что была попытка, например, на Новый год устраивать конкурс салатов, да, вот кто какой, там, причем, там, например, конкурс винегретов, кто какой. Но она не приживается, потому что это изначально не шло. Что это искусственно. А вот подарки под елкой, причем каждого, понимаете, они всегда вот так, потому что, видно, вот, с детства, с рождения, с младенчества, дети видят эту традицию, но традиции все равно семье нужны. Даже она пусть будет, может быть, семья и не понимает, что это традиция. Но это есть, и этого нет. Да, но это есть, и малыш вырастет, принесет все это в свою семью. А что пожелаете семьям на Новый год? До Нового года еще пусть 10 дней, но тем не менее уже рядом праздник, все-таки волшебный праздник. Давайте пожелаем чего-нибудь хорошего нашим семьям, большим и не очень. Пусть обязательно исполнится. Пусть добрым, славным будет год. Всего пусть в меру принесет. Пусть в меру радость. В меру, что еще, здоровья, да? Любовь. Но самое главное, чтобы в каждой семье было счастье. Много-много счастья. И мне хотелось бы пожелать, чтобы в саму новогоднюю ночь было как можно меньше забот, чтобы была радость, чтобы было веселье, чтобы было праздничное настроение. Потому что начало года. И чтобы не было никаких ЧП, самое главное. Как его начнешь, так и вы получите. Я хочу вам пожелать, как членам комиссии по делам несовершеннолетних, пусть у вас не будет работы. Но не потому, что вы от нее как-то там отбрекиваетесь. Пусть работы не будет. Пусть у нас будут исключительно счастливые семьи. Пусть они все будут одинаково счастливые. Но главное, чтобы все у них было хорошо. На этом наша программа сегодня завершена. Будем надеяться, что новогодние чудеса случаются. И все наши пожелания обязательно исполнятся. А мы увидимся с вами совсем скоро на канале ОТВ. До новых встреч!